Велосипедист Ответь на главный вопрос жизни велосипедиста, вселенной, ну и всего такого. 24 Мы думали про правый край, пояснишь? Ну привет, добрались. Я уже достаточно много накатала на тротуарах, на велодорожках, попробовала себя на велополосах, выяснила, как коммуницировать с ГИБДД, разобралась в минимуме дорожных знаков, ну чтобы не быть печенькой на дороге. Самое время потихоньку начинать выезжать на проезжую часть. Двигайтесь прямо, один километр. ВДД нам как бы говорит, отсутствует велосипедная дорожка, отсутствует велополоса, нет возможности двигаться по правому краю дороги, обочина отсутствует. Вали на тротуар. Проблемы? Да, я могу ездить только по правому краю. Но он свободен, наверное, только за городом. Но до туда я так и не доехала. С такими правилами я могу кататься только по квартире. Действительно, правый край проезжей части – это темная территория нашего ПДД. Начиная с того, что там никак не поясняется, что конкретно считать правым краем. Единственный край, который можно найти в ПДД – это в приложении 2 горизонтальная разметка. Сплошная линия обозначает край проезжей части. Собственно, правый край – это правая сплошная линия. В городе, так как правило, бордюр или поребрик. Это разные вещи. Ну и чего? Как ехать-то по этому правому краю? Давайте немного порассуждаем на эту тему. Именно порассуждаем, потому что серьезного разговора у нас с вами не получится, ввиду отсутствия нужных пунктов в ПДД. Тезис первый. Двигаться можно только по правому краю проезжей части, никуда не удаляясь от него. В поддержку этого есть два пункта ПДД. Пункт 24.2 ПДД РФ. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части. И пункт 24.7 ПДД. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд, либо по полосе для велосипедистов. В этих пунктах, как вы заметили, нет ни слова про удаление от правого края. И в таком случае, да, велосипеды и мопеды бесполезны в городе от слова совсем. Тезис второй. Можно удаляться от правого края проезжей части левее, если двигаться вдоль него нет возможности. Звучит это гораздо приятнее и, что важно, адекватнее. А в ПДД нет прямого запрета на удаление от правого края. Разрешение, впрочем, тоже. Ну и тут приходится в основном выруливать на несоответствиях. Ну вот, например, пункт 24.8 ПДД запрещает поворачивать налево или разворачиваться на дорогу с трамвайным движением и дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. Во-первых, вот зачем этот пункт, если, исходя из первого тезиса, мы вообще не можем уезжать от правого края проезжей части. Во-вторых, обратите внимание на слова поворот и разворот. Они в этом пункте есть, а вот слово перестроение нет. Пункт 1 и 2. Перестроение выезда с занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения. Ни в одном пункте ПДД велосипедисту не запрещается перестраиваться. Ну и не разрешается. Опять же. Второй абзац. Пункт 24.5. Допускается движение колонных велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 метра. Велосипедисты второго ряда в любом случае не могут быть у правого края проезжей части. Они будут смещены налево, как минимум на ширину велосипедистов первого ряда. Выводы, как вы можете заметить, не слишком-то явные. То есть, отъезжать от правого края проезжей части не запрещено, но и напрямую не разрешается тоже. Также непонятно, можно ли объезжать припаркованные машины и можно ли перестраиваться для проезда прямо, когда знак движения по полосам разрешает только направо. И тут мы можем лишь рекомендовать. Подчеркиваем. Ре-ко-мен-до-вать. Для безопасного движения по проезжей части велосипедист должен придерживаться одного простого правила. Будь предсказуем! Водители не должны угадывать ваши действия. Они должны заблаговременно видеть, что вы будете делать. Для этого существуют жесты руками. Итак, налево. Направо. Остановка. Водители эти жесты знают и должны понять вас верно. Ну и аккуратно жестикулируйте руками. Не ударьтесь рукой о столб. Или КамАЗ, который обгоняет вас с другой стороны. И вот, будучи предсказуемыми, то есть, соблаговременно предупреждая водителя о своих маневрах, смещаться левее для объезда препятствия и для прохождения некоторых перекрестков, ну, типа, можно. Ведь, типа, не запрещено. Но все равно аккуратно. Дополнительно имеется нигде не прописанное правило 3D. Что это значит? Дай дорогу дураку. И если ты заподозрил водителя, который едет рядом с тобой в неадекватности, уступи, пусть проедет. Целее будешь. И под конец дополни выпуск данным документом, который прислал нам зритель. Это ответ ГИБДД на обращение велосипедиста, который разрешает перестраиваться в случае, если велосипедист никому не мешает. Так что перестраиваться можно! Ура! По крайней мере, в городе Кемерово. А пока монтировался видос, еще один документ нашелся, но уже из Питера. Подведем итоги. Первое. Все, что мы знаем про правый край проезжей части, доподлинно. Он где-то справа. Второе. Для безопасного проезда перекрестков и объезда препятствий, будь предсказуем и используй жесты руками. Третье. Помни правило 3D. Дай дорогу дураку. Четвертое. Не будь м***ком. Ну и ко всему вышесказанному. Выезд на проезжую часть – это всегда риск. И чем более адекватным и более предсказуемым будет твое поведение там, тем этот риск меньше. Ну, и на этом все. В следующей серии мы будем не только рассказывать, но и показывать различные ситуации из жизни велосипедиста на проезжей части. До скорой встречи. Кто здесь выжил, ребят? Будь предсказуем. Я хотел сделать это красиво, а хотел эту херню. Бл***ь. Че там? Отсутствует возможность двигаться по кровому. К кровому кровому. Вы, б***ь, что делаете? Допускается движение колонны велосипедистов. Сейчас я в пустакане. Готов? Да. Давайте немного поп... Отсутствует возможность двигаться по кровому. Да что ж такое? Ну почему кровый прайтер? Так что перестроиваться? Рано! С***. С*** он. А можешь сильнее вдарить? Ну, только два раза. Привет. Привет. Я прочий персонаж. Нет возможности двигаться по кров... Да что ж такое-то. С***. Да. Да. Хотя нет возможности breathing достаточно far. Спасибо. Продолжение следует...